Шестилетние Лена и Вика уже несколько суток находятся в инфекционном отделении Бендерской городской больницы. Придя из детского сада домой, девочки жаловались на боли в животе, рвоту и повышенную температуру. Врачи поставили диагноз – острый гастроэнтероколит. Мы не вставили диагноз – пищевое отравление. Был поставлен вопрос – острый гастроэнтероколит, который предусматривает фактически все. Оно после обследования и результата анализа может быть выставлено в диагнозе – пищевое отравление, сальминолез. Это не единственный случай. В минувшую субботу с аналогичными симптомами в больницу обратились трое детей. В воскресенье – еще трое. В понедельник – один ребенок. И вот сегодня опять трое. Вно подтверждают – все малыши ходили в один детский сад. В течение понедельника 11 наших воспитанников обратились к педиатрам с повышенной температурой. И педиатры поставили диагноз – ОРВИ. Сегодня эти дети находятся дома. Мы звоним всем детям. У них и сегодня повышенная температура. Но нет ни тошноты, рвоты и так далее. Первое, о чем подумали родители пострадавших – это пищевое отравление. Но воспитатели возражают. Все детское меню было согласовано с комбинатом питания. На завтрак подавали кашу, в обед – курицу с вермишелью, а на ужин – пюре с котлетами и ряженкой. Все продукты свежие, доброкачественные. Получаем централизованно со склада. Мы, естественно, все блюда прошли двойную термическую обработку. Мы считаем, что с нашей стороны было сделано все для того, чтобы приготовить нормальную, доброкачественную пищу. Врачи говорят, делать какие-то выводы до того, как прибудут результаты анализов, нельзя. Так же, как и утверждать, что причина кроется в дошкольном учреждении, так как в больницу обращались дети и не ходившие в него. Дети в настоящее время все в состоянии ближе к удовлетворительному. Некоторые уже просятся домой. Но, естественно, пока не будет результатов анализа, мы их выписать не можем. Результаты, возможно, будут предварительные завтра. Сейчас центр развития ребенка «Гармония» закрыт. Внутри ведутся профилактические мероприятия. И когда детский сад откроют вновь, покажут результаты лабораторных исследований. Александр Кожухарь, Тимофей Чекан, Первый Приднестровский телеканал.